всем привет сегодня делаю бануш бануш и так ее так можно назвать делаю из крупы кукурузной и у меня два сыра один бренза который называется чанах а второй халуми кипрский греческий но сделан в подмосковье молоколамский район курьяновский молочный завод и тот и другой сыр там сделаны ну чанах это армянское название брынзы или армянский вариант использую кукурузное масло миллилитров ну наверно 70 и готовить эту кашу можно разными способами называется она у разных народов по-разному помалыга гоми полента а в америке тоже во всех странах говорят естественно у всех свои названия вот я использую вот такой способ мне он кажется довольно простым и эффективным я обжариваю лук добавляю чили ну одну луковицу взял а крупы взял ну два с половиной стакана где-то получится очень много каши на самом деле ну человек семь можно будет кормить кипятка понадобится много и когда лук уже стал золотистым я добавил кипяток и крупу размешивая мыть ли крупу но это решение каждого я знаю что это крупа чистая я попробовал чуть-чуть помыл не очень удобно крупу мыть потому что если потом сбросить на дуршлаг то мелкие кусочки просто улетят через эти дырочки но если производитель неизвестен то лучше постараться помыть целая полемика по этому поводу возникает обязательно надо мыть я когда задаю вопрос скажите а вы муку тоже моете нет на этот вопрос никто мне никогда не ответил потому что ну как крупа тонкого помола и мука они же близки ну брынза брынза а сыр халуми мне интересно это редкий сыр ну стоит он порядка 600 620 рублей за килограмм но я на оптовом рынке беру ну довольно плотный не такой как брынза обычно молодые сыры они в рассоле но и мягкие естественно а этот уже что-то вот схватился нормально крепенький а на вкус я попробовал ну сливочный абсолютно сливочный вкус ну как будто сливки подсушили его можно жарить и даже рекомендуют его жарить но можно на растительном масле или на сливочном я нарезал довольно тонко миллиметра по два толщиной можно и потолще потом разрезать на кубики и салат например а можно просто так эти есть пластины очень вкусно и не жареный он очень вкусный но он совсем не соленый практически вот я его подсолил вкусно он как жареный так и не жареный так что рекомендую крупа варится я постепенно добавляю кипяток сколько кипятка я не скажу но по состоянию крупы вот она варится минут 15 я посолил но еще сырая абсолютно я пробую чуть-чуть то что на ложке ну вот даже мне не хватило кипятка я поставил еще нагрев умеренный средний примерно когда каша густеет она вот эти вот выстрелы ведут быть осторожно можно и обжечься добавил соль попробовав ну всего варил где-то минут тридцать пять а халуми я вам показал уже но халуми халуми на следующий день буду использовать а сегодня буду использовать брынзу чанах просто-напросто натер на терке надо ее пробовать если она очень соленая что бывает надо вымачивать воде пластины я обычно режу и пластины минут пять холодной воде выдерживают можно вот так вот на терке натереть и сполоснуть холодно налить холодную воду и практически сразу слить ее уже будет не соленой нормально соленой бренды а наша каша банош уже густая и можно так оставить а можно менее густой и сделать на ваше усмотрение ну еще чуть-чуть надо поварить поэтому я добавил еще кипяток но такая консистенция нормально потому что если каша чуть-чуть остынет то она уже будет менее текучий а остывшую кашу я режу вот так на брусочки и жарю на следующий день обычно получается обалденно вкусно ссылку дам в конечных достатках сложного ничего нет в приготовлении но кроме того что надо постоянно почти постоянно помешивать попробовал все на месте я имею ввиду соленость густота вот такая ну потому что она очень горячая текучая ну просто напросто подам с брынзой халуми ну на следующий день ну можно одновременно конечно просто и реально очень вкусно если вы никогда не делали курусную кашу обязательно купите крупу и сделайте это вкусно рекомендую приятного аппетита всем пока